Сочи на обучение собрались волонтеры проекта «Поколение бессмертного полка». На семинар приехали студенты и общественники из 30 регионов. За участие в выборах сочинцы могут получить айфон. В крае пройдет фотоконкурс «Голосовач». В Сочи прибыла национальная юниорская сборная по настольному теннису. Спортсмены готовятся к международному турниру. В Сочи распустились Анжелика, Миранда и Люцифер. Эти разновидности тюльпанов высадили еще осенью. И вот настало время цветения. Убил и закопал. Отчим, пропавший во вторник Вероники Тришкиной, который был задержан еще накануне, признался, что избил ее, после чего она умерла. 28-летний гражданин Азербайджана указал место, где спрятал девочку. Тело уже обнаружено. Вот что об этом громком деле по телефону нам рассказала старший помощник руководителя следственного управления по Краснодарскому краю Наталья Смятская. В ходе работы со следователем он дал признательные показания и рассказал о совершенном убийстве. 12 марта задержанно находился с девочкой дома. Ее мать в это время была в лечебном учреждении. Со слов подозреваемого, вечером ребенок стал плохо себя вести, капризничать. На что он несколько раз ударил ее в область груди, а затем уложил спать. Утром мужчина вышел в магазин, а по возвращению обнаружил девочку без признаков жизни. Испугавшись и боясь быть привлеченным к уголовной ответственности, он в сумке вынес тело погибшее из дома и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями. Напомню, что после отчим девочки сообщил соседям, что она якобы пропала и даже пытался делать вид, что ее ищет, а затем перестал выходить на связь. Позже он был обнаружен в одном из хостелов в Адлерском районе. Мужчина указал на место в лесном массиве, где спрятал тело девочки. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет установления причины смерти ребенка. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого, меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. К другим новостям. Вениамин Кондратьев принял участие в совещании у вице-премьера Дмитрия Казака. На нем накануне обсудили реструктуризацию регионального долга и сбалансированность муниципальных бюджетов. Как отметил зампред правительства, Краснодарский край сможет выплачивать часть кредита в рассрочку в течение шести лет. В свою очередь губернатор Кубани заявил, что до конца этого года муниципалитетам планируется списать от 70 до 95 процентов долгов по бюджетным займам. В результате кредитная нагрузка городов и районов сократится на 3 миллиарда рублей. Также ожидается повышение заработной платы тем, кто трудится в бюджетной сфере. На эти цели в текущем году должны направить около миллиарда рублей. Средства выделяются по поручению президента в связи с ростом минимального размера оплаты труда. Молоко рекой на Кубани открыли одну из самых технологичных ферм в России. В Павловском районе запустили первую очередь молочно-товарного комплекса. Он рассчитан на 1800 коров. Новую ферму сегодня посетил губернатор Краснодарского края. Он посмотрел стойло и доильный цех. Здесь использовано современнейшее оборудование. Везде установлены датчики, которые регулируют микроклимат для каждой коровы. Благодаря таким условиям одна буренка в год дает около 12 тысяч литров молока. Это лучший показатель в России. Конечно, сегодня инвестиции должны быть в молочную отрасль, чтобы молочное стадо росло, чтобы семейные фермы создавались и тоже росли, чтобы господдержка была и тоже росла. Потому что, безусловно, сегодня живут наводство без господдержки никак. Такие подобные фермы, предприятия, рабочие места – раз. Гарантированная зарплата – два. Налоги – три. А самое главное – это развитие территории, развитие села. Это жизнь просто на селе. Вот что сегодня нужно. Вот эту возможность нужно снова дать. На селе возможность не просто работы, а выбора рабочего места. Власть должна обеспечить. Молочное скотоводство – одно из приоритетных направлений в развитии сельского хозяйства на Кубани. В регионе будут и дальше создавать условия для появления подобных предприятий, заявил губернатор. Галочка за благоустройство. 18 марта, в день выборов президента России, жители Кубани проголосуют еще и за будущий облик своих городов и станиц. Об этом журналистам рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Он также отметил, что путем рейтингового голосования кубанцы смогут выбрать проекты благоустройства территорий, которые в дальнейшем будут реализованы. Сейчас все эскизы размещены на сайтах муниципальных образований. Всего планируется открыть 1212 счетных пунктов. Они будут оборудованы в непосредственной близости к избирательным участкам. В прошлом году на Кубани по федеральной программе «Комфортная городская среда» были благоустроены парки, скверы и дворовые территории в 22 населенных пунктах. Вениамин Кондратьев также отметил, что все объекты были определены совместно с жителями. В этом году на эти цели выделится около полутора миллиардов рублей. Это федеральные и региональные деньги. Под программу благоустройства попадают уже 43 территории в 36 районах края. На дорогах России появится синяя разметка и новое обозначение. Предполагается, что нововведения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекресток. Приказом Росстандарта утвержден новый ГОСТ, пишет коммерсант. Документ, который готовился по заказу Росавтодора, вступает в силу 1 июня. Согласно стандарту, все основные виды дорожной разметки, разделяющие потоки и полосы движения, могут быть как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки. Кроме того, синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках. Также вводится ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт. Это знак, обозначающий станцию зарядки автомобилей. Разметка типа «Вафельница» – это зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке. Последняя в качестве эксперимента уже применяется на 30 перекрестках в Москве. Стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота. В старом гости ее не было. В Сочи на обучение собрались волонтеры проекта «Поколение бессмертного полка». На семинар приехали студенты, общественники, поисковики, представители власти из 30 регионов страны. Обучающая программа рассчитана на три дня. За это время для участников проведут различные тренинги, мастер-классы и лекции. Добровольцы, приехавшие из других субъектов Российской Федерации, должны научиться делать некоммерческие проекты, получать и находить финансирование, поддержку предприятий и граждан, чтобы их проекты увеличили число добровольческого сообщества, отметили организаторы. Главная задача проекта «Поколение бессмертного полка» – пополнить ряды волонтеров и сохранить историческую память. В планах организаторов создать в регионах добровольческие штабы. Они появятся не только в крупных, но и в небольших городах и сельских поселениях. Участниками движения уже готовы стать более 5000 активистов. «Идти или не идти на выборы» – этот вопрос мы задали сочинцам и гостям города на улицах Сочи. Ответы получили разные. Кто-то на выборы пойдет с удовольствием, другие еще думают, третьи на голосование не пойдут. Мнение разделилось, но все же большинство опрошенных обязательно придут на избирательные участки 18 марта. На предстоящие выборы пойдете? Конечно. Да, это гражданский долг, должна, обязана проголосовать. Конечно, пойду. Я не пойду, ни открепительное не взял, я иногородний только приехал. К сожалению, они все не сделаны. А так бы пошли? Я пошел бы, да. Семья моя пойдет, за меня проголосует. А как же, это же гражданская позиция, должны же мы как-то поддержать своего президента. Откровенно говоря, нет у меня внутри какого-то, что вот мое решение точно будет дельным, честно говоря. Но все равно пойдете? Да. Конечно, пойдем. Мы активные граждане, конечно, пойдем обязательно, с удовольствием проголосуем. Я напомню, выборы главы государства пройдут 18 марта. В Сочи свои голоса за будущего президента смогут отдать больше 347 тысяч избирателей. Всего в городе будет открыт 221 участок для голосования. Ну и, кстати, во время выборов сочинцы могут принять участие в краевом конкурсе «Голосовач». Для этого достаточно прийти на свой избирательный участок 18 марта, найти там переносную конструкцию с названием конкурса, сделать фото и выложить его до 20 марта в Инстаграм или в сеть ВКонтакте. Конкурс «Краевой». В нем участвуют 15 городов и районов края, поэтому при публикации необходимо поставить кроме хэштега «Голосовач-23» еще и хэштег «Сочи». Отслеживать результаты конкурса можно на сайте www.golosovach23.ru. Там же можно проголосовать за понравившиеся фото. Церемония награждения победителей состоится 30 марта. Сочи, не занявший первое место по городу, получит в подарок iPhone X. Призеры со 2 по 10 место iPhone 8, iPad получат те, кто займет с 11 по 15 место. В интернет попали кадры, снятые в одной из сочинских маршруток. Водитель вместо дороги смотрел в свой смартфон. Людей возмутил поступок мужчины. Водитель маршрутки номер 30, которая ездит от улицы Полтавская до городской больницы номер 4, во время движения, вместо того, чтобы следить за дорогой, играл со своим телефоном. Об этом пишет сайт «Блокнот Краснодар». Пассажиры отметили, что он смотрел видео, слушал голосовые сообщения, что-то печатал и даже не заметил, что его снимают. В комментариях пользователи разделились. Кто-то защищал водителя, другие выступили на стороне возмущенного автора ролика. Организаторы высокогорного карнавала «Бугель-Вугель» рассчитывают побить рекорд двухлетней давности по массовому спуску с горы в купальниках. Мероприятие традиционно проходит с 28 марта по 1 апреля. Организаторы карнавала отметили, в прошлом году в спуске участвовало около 1200 человек. Этого количества достаточно, чтобы побить рекорд по спуску в купальниках 2016 года. Однако фиксаторы рекорда предъявляют очень жесткие требования. Официальный рекорд еще находится на стадии регистрации. Но отметили у строителей карнавала, уже понятно, что его отложили. Поэтому решено провести третий спуск в купальниках. Напомню, установить рекорд Гиннеса по самому массовому спуску в купальниках в Сочи удалось в 2016 году. Тогда на курорте «Розахутор» 1008 лыжников и сноубордейстов совершили массовый спуск с горы в купальниках. Чтобы произойти это достижение, необходимо участие не менее 1058 райдеров. Ожидается, что участие в «Бугель-вугель» примут более 25 тысяч любителей снежного отдыха. Большинство регистрации на рекорд Гиннеса по спуску в купальниках, который состоится 31 марта. В общей сложности на сайте зарегистрировались более 3000 человек. Среди них жители Москвы, Сочи, Краснодара, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Белгорода. Первым заявку на участие в спуске в купальниках подал житель Владивостока. В Сочи распустились Анжелика, Миранда и Люцифера. Эти разновидности тюльпанов по всему Сочи высадили еще осенью. И вот настало время цветения. Город-сад утопает в цветах. Расскажет Инга Габешия. По всему Сочи в эти дни расцвело порядка 150 тысяч тюльпанов. В этом году это не только традиционные сорта. Помимо привычных лилейных, на клумбах распустились пионовидные бахромчатые тюльпаны. Анжелика, Миранда, Люцифер, Кёрли Сью и Дайтона стали настоящими вестниками весны. Даже сфотографировали. Домой пошли, по ту сторону Кавказского хребта, Белореченского. Были в Америке, там эти коробки, простые коробки, зелени. Вот сейчас только говорили, сколько зелени здесь, здорово. Очень здорово, нам очень нравится. За этим мы приехали. Откуда? Москва. Конечно, голос радуется у вас. И прекрасно, мне очень нравится природа, мне очень нравится чистота. С ребенком идеальное время, мы уже второй раз с ним приезжаем. Всех призываю мамочек, подружку притащила. Приезжать в Сочи с детьми. Я тоже в восторге, потому что с зимы попасть в цветущие сады, это просто потрясающе. У меня ребенок тоже в восторге. В общем, да, все приезжаете в Сочи. Все цветет, все пахнет, все чистенько, все красиво. Вы местные или нет? Нет, мы приезжие. Откуда? С Красноярска. У нас в сравнении все гораздо тускнее, все не в таких цветах, все серостно, все сыро, все холодно. Фото с сочинскими тюльпанами уже разлетелись по самым разным городам. Хотя для города-сада это вполне обычная картина. Цветы на курорте высаживают с разными сроками цветения, чтобы растения здесь радовали глаз круглый год. Сейчас мы видим ранние сорта бахромчатых тюльпанов, простые тюльпаны, ранние пионовидные тюльпаны. В Сочи мы вот их применили, так сказать, первый раз, чтобы было такое разнообразие и цветовой палитры, фактуры цветка. Ну и опять же для того, чтобы сделать для себя выводы, что устойчиво в городских условиях, что ведет себя похуже. Потому что пока ты сам это не увидишь, описание, к сожалению, ничего не дает. Надеюсь, что тюльпаны долго порадуют нас. Руководство города очень большое внимание уделяет вообще озеленению и цветочному оформлению в целом. Ведь практически ни в одном городе России нет замены цветов двукратная в год. Скоро по агротехническим срокам осенний и зимний ассортимент сменят на летний. Ближе к курортному сезону незабудки, виолу и капусту сменят цинии, гамфрены, сальвии блестящие, разные виды тагетисов. Они радовать глаз сочинцев и гостей города будут вплоть до октября. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи тренируется национальная юниорская сборная команды по настольному теннису. Ребята часто приезжают в наш город. На этот раз они готовятся к международному турниру, который пройдет в Италии. Третий день упорных тренировок. Они проходят в федеральном центре единоборств Югспорт. Для теннисистов сейчас самый ответственный период. Считаю, что сейчас команда достаточно неплохо готова. Мы, правда, будем играть в Италии без основного лидера Сидоренко Вовы. Он член национальной сборной, поэтому готовится в составе национальной сборной к другому турниру. А остальные члены сборной в достаточно неплохой форме сейчас находятся. Но, как признаются сами спортсмены, во время турнира важен психологический настрой. Москвич Лев Кацман в составе команды летом 2017 года завоевал среди юниоров серебро на первенстве Европы в Португалии. Собственно, эта победа и определила его дальнейшую судьбу. Он попал в юниорскую сборную России и спортивных амбиций стало еще больше. Я пришел в теннис в возрасте 9 лет. И я люблю этот спорт, потому что ты работаешь ради цели, ради побед. Поэтому тренировки, понятно, тяжелые, но ты знаешь, от чего ты работаешь. Валерия Кацур из Екатеринбурга. Она во втором составе команды. Попасть в Италию шанса пока нет. А вот в Казани в конце марта на российском турнире есть возможность побороться за призовое место. Вообще, признается Лера, жизнь спортсменки не из легких. Ежедневные тренировки по два раза, сборы, выезды постоянные. Может быть месяц не быть дома абсолютно вообще. То есть можешь приехать на один день домой и тут же уехать абсолютно сразу. Тем не менее, воля к победе перевешивает все другие желания. А главное, формирует характер бойца. В жизни и главное на турнирах, говорят спортсмены, это неоценимое качество. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи соберутся лучшие молодые фехтовальщики страны. С 17 по 24 марта в тренировочном центре по фигурному катанию и шортреку рядом с ледовым дворцом Айсберг состоится первенство страны по фехтованию среди спортсменов до 24 лет. За пальмом первенства на главном внутреннем старте в этой возрастной категории поборются представители всех видов оружия – шпаги, рапиры и сабли. По итогам турнира сформируют сборную, которая будет защищать честь российского флага на молодежном первенстве Европы в Ереване. В турнире примут участие как опытные спортсмены, составляющие костяк юниорских национальных команд, а некоторые уже и взрослых сборных, так и совсем юные фехтовальщики, только пробующие свои силы на крупных национальных соревнованиях. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.